А тем временем к нам успели проникнуть в студию гости, с которыми мы сейчас успеем пообщаться. Проникнуть нам в студию. Да, да. Наши двери открыли, там могут приходить все желающие. Кто-то пришел, а кто-то вот, пожалуйста, проник. Виктория Мелькевич пришла сегодня к нам, куратор общества бездомных животных Хатико. Хатико, прошу прощения, я почему-то, когда фильм смотрел, всегда придумал для себя, что именно наконец-то... Ты, наверное, еще и на японской лодке служил когда-то. Хатико! Все возможно, все возможно. Ну ладно, шутки в сторону. Поговорим сегодня о прекрасном существе, которое проник на все-таки к нам в студию. И мы можем пронаблюдать это очарование. Как зовут? Да, вот такая вот у нас рыжая веточка. Она у нас почти лисичка. У нее такой интересный рыжебелый окрасик. У нас хвостик прям лисичий-лисичий. Да, покажите нам хвостик лисичий. А почему зовут веточка? Это сокращенно от Виолетта? Нет, вот так вот и зовут веточка. У нее также есть братик. Так же есть братик, только уже рыжий? Да, рыжий, только он у нас гудкошерстный. Скажите, а сколько уже лет-то веточке? Ну, где-то полтора годика примерно. То есть мы нашли ее тоже маленькой. Юная еще. А вот у нее такой ровный окрас. Есть какие-то документы? По всей видимости, она не просто, скажем, там, двор-терьер, как-то собак, обычно говорят. Ну, видимо, помощь, да, у нее очень гладкая, шелковистая. Ну, то есть действительно хорошая шерсть, правильно, для кошки считается? Скажите, ну, а вы в какие руки хотите отдать веточку? Кому больше? Ну, она у нас очень-очень теплолюбивая. Также дружит с любимыми другими животными. Но мы считаем, что это идеальная версия для холостяка. Для холостяка? Такая вот у нас вся дамочка-дамочка, ласковая очень. И на ощупь вот прям, ну, как человеческий шел, волос, потрогать. Я начинаю ощущать, что я не случайно сегодня оказался в этой студии. Для холостяка. Да, идеальная версия. Это судьба, это судьба. Знаете, ну, обычно говорят, что кошки это все-таки, так сказать, спутницы жизни женщины, одиноких, которым уже за много лет, а вы решили как-то разбить этот стереотип? Нет, она любит у нас мужчину, очень сильно к ним ласкивается. Ну, как это происходит? Да, вот, то есть вот так, да? Ну, то есть она живет у нас в доме, где живет женщина и мужчина. Хотя женщина ее спасла и подобрала, но все-таки она как-то больше... Вот неблагодарная. А это вообще, наверное, частая история у кошек или как? Или по-разному проявляются их характеры по отношению к женскому или мужскому полу? У всех разные. Ну, вывод, может, есть какая-то закономерность? Ну, там зависит, мне кажется, может, от возраста, что котята больше относятся к женщинам и к детям. Что постарше кошка встала, мужчину полюбила. Ну, вот что самодостаточный, красивый, успешный, холостяк будет делать с этой кошкой? Ну, как что, любить? Надо же кого-то любить. Давайте попробуем посмотреть, вот такая искра промелькнет или нет. Сергей, возьми на руку. Да нет, он не промелькивает. Давай, давай, попробуй, попробуй. Надо прикоснуться. Вдруг сейчас приборы заискают. Надо прикоснуться, давай. Ну, хорошо, хорошо. Она очень спокойная девочка. Я уже заметил, что она очень крайне спокойная девочка. Абсолютно. Она, кстати, вкусная. Вкусная. Попкорном, ага. Попкорном. Попкорном? Да. А что, кстати, любит есть веточка? Веточка у нас питается... Я боюсь, что она привыкнет. Не случилось. Специализирована кормом. Что она кушает специальный корм. А вот вообще, в принципе, когда к вам приходят за питомцами, чтобы уже, может быть, взять, усыновить, удочерить, как это называется правильно, приручить, мужчины больше обращают внимание на кошек или на собак? Или одинаково? Мне кажется, людям все-таки больше нравятся котята, что у нас котята никогда не захиживаются. Их всегда первыми разбирают. А щенята? И щенята тоже. Ну, то есть маленькие вы имеете в виду. Взрослых кошек и собак берут либо в семью, где уже есть, например, кошка, потому что, ну, не все взрослые животные хорошо относятся к детям, например, потому что чаще всего животные заводят для детей. Некоторые кошки не очень относятся к детям. Ну, некоторые взрослые, знаете, как дети себя ведут, поэтому они тоже для себя заводят таких домашних животных. А какова процедура, мне всегда было интересно. Вот приходит к вам человек, говорит, я хочу забрать. Вы как-то все это документально оформляете, потом оцениваете, что происходит дальше или нет? Нет, мы первым делом с человеком общаемся. Узнаем, с какой целью он берет животное. Было ли у него животное до этого, что с ним случилось, куда оно делось, в каких условиях будет жить животное, в квартире, может быть, в частном доме, чем кормить, пытаясь. Ну, просто общаемся с человеком, сдаем. То есть вы можете отказать? Да. А бывает часто, что приходит, например, мужчина и говорит, мне вот нужна собака для охоты. Или какое-то, не знаю, предназначение в виде того, что охранять дом, допустим. Да, конечно, у нас же у каждой собаки, так же, как и у всех людей, у них разные характеры. То есть есть собачки такие более активные, которые любят побегать. Есть такие домашние, но такие страшные и пола. То есть мы всегда стараемся угодить, подобрать именно то животное, которое могло бы вам понравиться. В том числе у нас есть испытательный срок, когда вы можете взять животное, посмотреть, нравится ли вам его характер. Ну, а приживутся или нет, да? Сергей, а ты бы же к собакам склоняешься, я так понял, да? Для охоты, для охраны. Да ты знаешь, я к хомячкам. А хомяки, кстати, есть у вас, нет? Нет, к сожалению, мы помогаем в основном бездомным животным, а хомяки на улице не живут. Нет, у меня были просто разные животные, и хомяк для меня оказался самым предпочтительным, он не пах, как это многие утверждают. А вот теперь для тебя тест. Что случилось с этими самыми разными животными, которые у тебя были? Ну, с кошками у них, в принципе, судьба такая, знаешь, они бывают, к сожалению, убегают. Но у нас кушек было огромное количество, 3 или 4, я уж не помню. Не одновременно, но, тем не менее, они случались. Попугайчика мы брали просто подержать, и он почему-то год у нас целый жил. Черепаха мы ее потом отдали. Ну, черепаха это самое бесполезное животное, я так считаю. Друзья, простите, может быть, у кого-то оно есть? Нет, не нравится. А вот хомячок, ну, да, тоже своей, к сожалению, смертью. Но это было самое лучшее животное, которое у меня было, я обожал его. И он просто какой-то был действительно добрый. Подводим итог, значит, мы веточку готовы отдать в добрые, надежные руки настоящего холостяка. Скажите, о контакте, по которому нужно будет звонить, чтобы есть кто-то заинтересовался. Да, конечно, у нас есть группа ВКонтакте Хатико во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где только пожелаете, вбивайте в поисковики о Хатико, одной из первых группы Лазиумы. Можете писать в личные сообщения группе, любому из админов, мне в том числе и лично. Также у нас есть телефончик, который на экране появится. Да. Спасибо большое, что вы нас посетили, что вот это вот очарование побывало сегодня у нас в гостях. Ой, мой какой хороший. Какая хорошая, спокойная кошка. Вот мне бы такую домой, а то моя уже совсем избаловалась. Вот, вот, прислушайтесь. Слава этого парня. А у нас на очереди полезная программа. Прямо сейчас наша коллега появится на ваших экранах и даст полезную информацию. Берем на заметку.